Друзья, приветствую всех на канале Atomon of Life. Сегодня я снимаю свое очередное видео. Это видео будет посвящено больше тем, кто приехал из Украины и проживая здесь, в данный момент, возможно, в общежитии, либо где-то на квартире у знакомых, у друзей, неважно, и кто в дальнейшем, в будущем хочет искать себе квартиру здесь, в Германии. На что нужно обратить основные моменты. Первый момент. Когда вы ищете через онлайн себе квартиру, то там всегда стоит первоначальная цена, это кальт-мита. Кальт-мита это означает, что цена за саму квартиру, без каких-либо доплат за воду, за отопление и тому подобное. Следующая цена, которая стоит там в объявлении, это должно быть обязательно варм-мита. Варм-мита это сюда уже включены не наеб-н-кост. Что это? Это оплата за отопление, за воду, за канализацию, за уборку территории, за уборку помещения и тому подобное. То есть это стоит уже тогда внутри этой суммы, варм-мита. Это важно. И на что еще очень важно обратить внимание, когда вы ищете квартиру, и если вам эту квартиру потом будет оплачивать джоб-центр, либо социальная служба, там есть такая строка, называется «кауцион», или по-другому называется «genossenschaft ein Teil». Обратите внимание на эту строчку. Почему? Потому что это сумма, которую вы должны первоначально заплатить. То есть как бы страховой случай, если наступит, если вы что-то там испортите в квартире, или еще что-то такое, будет браться из этой суммы. Это страховая сумма, которая берется владельцем квартиры, либо той организации, которая сдает эту квартиру. Это очень важно. Как я сказал, называется «кауцион», либо «genossenschaft ein Teil». Обратите внимание. И в основном это всегда либо две кальт-миты. Кальт-миты, как я сказал, это без каких-либо сумм за отоплением и тому подобное. Либо три кальт-миты. То есть первая сумма, которая стоит у вас в самообъявлении. То есть две, три. Иногда, если это частные, то они ставят совсем другую сумму. Это может быть и четыре, и пять кальт-мит. То есть все по-разному. Но нужно на это обратить внимание. Это очень важно. Потому что сейчас столкнулись с таким вопросом. Ищем квартиру для семьи из Украины. И рассматриваем такие варианты. Там стоит как бы все проходит. И в армии-то проходит. И проходит кальт-мит. То есть может оплатить джоб-центр, либо социальная служба. Но кауцион. Кауцион надо не забывать. Кауцион здесь, если вы будете стоять в джоб-центре, надо будет подавать заявочку в джоб-центр, чтобы они оплачивали. И они будут потом с вас постепенно взимать эти деньги. С месячных платежей. Либо вы платите эту сумму самостоятельно сразу. Такая возможность тоже есть. И тогда вам ниоткуда, то есть с вас не будет лишних денежек снимать. Основные моменты, которые я хотел обратить внимание, при поиске квартиры в Германии для украинцев. Потому что те, кто здесь... Ну и вообще для иностранцев, которые приезжают в Германию. Не только украинцы. В данный момент это украинцы. Ну, вообще для всех иностранцев, кто приезжает в Германию. Это обратить внимание на Кальтмите, Варммите, Кауцион, или по-другому называется Геноссеншафт-Айн-Тайль. Все, на этом буду свое видео заканчивать. Желаю всем всего доброго, всего хорошего. И всем бисбальд. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok